здравствуйте друзья сегодня будем качать с вами грудные мышцы казалось бы что здесь может быть нового но проблема у всех остаются одни и те же все знают несколько базовых жимов горизонтальный жим жим под углом головой вверх и есть еще жим под обратным углом у нас такой скамьи в зале нет ну все его также знают и все люди большинство людей сталкиваются с одними и теми же проблемами доходят до застоя так называемого плато дальше наступает выбор как повысить интенсивность тренировки как сдвинуться с этого плато с мертвой точки чтобы повысить улучшить свои результаты значит есть три известных метода как улучшить интенсивность первое это увеличить рабочий вес этот метод так как мы тоже пенсионеры возрастные спортсмены и просто любителям и не рекомендуем потому что он имеет очень очень граничный предел он несет повышенные риски для вашего суставного аппарата и рано или поздно придет нас демотивации второй метод повышение интенсивности это увеличение количества повторений этот метод нам подходит больше он является более щадящим повышает силовую выносливость но также будет граничным также вы придете до нового застоя и третий метод это сокращение промежутка отдыха между подходами это как бы потяжелее хороший метод но подходит не во все сплиты не всем людям тут нужен уже достаточно высокий уровень тренированности поэтому не каждый спортсмен его может осилить и сегодня мы вам покажем 2 ну можно сказать новых хотя они в принципе конечно же не новые два способа пожать штангу которые помогут вам не увеличивая рабочий вес сдвинуться с мертвой точки тем самым вы разнообразить и количество базовых жимов на два упражнения так жизнь продолжается генератор включился свет появился теперь вспомним что такое жим лежа жим под углом и перейдем к нашим новым хорошо забытым упражнением микрофон мешает но здесь ничего нового рассказывать не буду вы все знаете что это для чего это насколько хорошая эта база и кому это надо далее жим под углом естественно больше прорабатывает верхний массив грудной мышцы больше уже цепляет дельта видно тоже упражнение бомбезная и также к нему привыкаем со временем а теперь чтобы разнообразить это количество базовых жимов нам понадобится силовая рама слава богу последнее время во многих клубах которых я был такие рамы присутствуют заметьте не стойка для приседания силовая рама и в ней можно сделать еще плюс два минимум два базовых жима которые именно позволят вам видоизменить ваши грудные сделать ваши тренировки более разнообразными и в застой вы будете входить ну не то что меньше вообще вы в него не попадете идемте итак вот так силовая рама про которую я вам говорил единственный недостаток почему многие наверное этого не делают это возня сюда нужно подвинуть скамью теперь дальше угол мы имеем горизонталь под который вы все привыкли работать есть угол под которым мы только что вам вверху показывал жим мы же сделаем промежуточный приблизительно 15-20 градусов что это дает это дает то что на последних повторениях которым вы привыкли примеру там 9 10 11 12 тот вес который был вам податлив при горизонтальном жиме будет казаться очень тяжелым именно под этим углом так сместим акцент что именно вот выведет вас из зоны комфорта и заставит мышцу чуть по-другому чувствовать казалось бы тот же самый рабочий вес который уже к вам привыкший смотрим на что это похоже во первых лежать очень удобно браться тоже вам не нужен почти страхующий подвинули скамейку ближе дальше фиксировали грифчик и работа и того назовем условный жим под углом 20 градусов значит что он нам дает чем он так действительно хорош во первых как и в горизонтальном жиме но еще не вертикальном тут участвует действительно большой объем грудной мышцы то есть он чуть чуть выше от горизонтали но еще не так сильно цепляет как вертикальный жим переднюю дельту поэтому грудную мышцу большом объеме проработаем во вторых как я уже сказал отличие вот такого угла то есть все таки он будет больше не меньше цеплять дельту переднюю дельту больше работать на грудь в третьих появление для поясницы когда вы лежим ровно получается этот мост изгиб под спиной и он далеко не всем удобно ноги просятся вот такой вот небольшой угол он анатомически дает вам возможность правильно лежать очень удобно это в свою очередь помогает хорошо сосредоточиться непосредственно на жимовом движении пятки в упоре лопатки прижаты теперь второй жим который можно также назвать смело базовым это то что мы делали вверху стандартной скамейки фиксированы а теперь мы добавляем еще на один подъем скамьи назовем его условно 40 или даже 50 градусов что это нам даст это дает максимальную проработку самого верха грудной мышцы грудинно-ключично или как она там называется вот дельта конечно включится тоже сильно но в сумме с тем жимом который только что я сделал или сам по себе это упражнение с непривычки очень хорошо подбивает вверх у вас получается такая гармоничная работа что и дельта и грудь включается ну где-то 50 на 50 в равной степени то есть это гораздо удобнее чем ровнее сидеть держать на дельту и немножко тяжелее чем тот джим который вы привыкли делать вот это вот немножко тяжелее и даст вам этот именно срыв с мертвые точки которые вы зашли позволит вам сойти с того плато на котором вы застряли самый верх если в вашем зале скамья имеет больше диапазона в настройке то соответственно вы можете сделать таких жимов еще какое-то множество например фирме хвост есть скамья которая меняет угол наклона через каждые 5 градусов там получается около 12 базовых положений ну это конечно не в каждом зале есть но подобная рама сейчас присутствует ну наверно большинстве клубов более-менее современных или не очень современных стоит она недорого поэтому те клубы у которых нет пожалуйста приобретайте нечто подобное и вы получаете в итоге раз два три уже известных жима плюс два здесь и третье упражнение мы сейчас покажем альтернативу скажем так жиму вниз головой объясним чем плюсы и минусы в машине смита под обратным углом сейчас обратно вернемся в наш зал а теперь третий жим друзья который мы очень рекомендуем именно для того чтобы я уже сказал продвинуться в тренировке ваших грудных мышц как я уже говорил у нас существует третий жим скамейки нет жим под углом головой вниз в чем его большое преимущество что он что именно под обратным углом максимальный объем грудной мышцы включается в работу до больше чем в горизонтальном жиме больше чем вертикальном также это касается жима гантелей под обратным углом теперь в чем его недостаток один из главных недостатков большинству людей будто возрастные будь то начинающие очень тяжело работать постоянно находясь вниз головой идет большой приток крови голове и держать равновесие иногда бывает просто вот именно со штангой со свободным весом хотя это база да это включение всех стабилизаторов ну вот даже просто держать рабочий вес в этом положении для многих проблематично обязательно должен быть страхующий и как правило там либо вес не дорабатывается либо увеличится риск травматизма и вот хорошая альтернатива хорошее дополнение именно жим под обратным углом в машине смита что происходит именно в этом тренажере благодаря направляющим полозьям мы имеем минус 4 степени свободы то есть штангу не шатает зад вперед и штангу не шатает вправо влево и мы можем полностью сосредоточиться на дожиме штанги также продолжает работать максимально возможный массив грудных мышц низ и середина а благодаря отсутствию вовлеченности в работу этих стабилизаторов для головы это все происходит гораздо легче и вы полностью концентрируетесь на сведении полностью можно взять хороший рабочий вес и поработать как в пампинге так и в более силовом режиме в итоге для начинающих спортсменов безопасней для возрастных спортсменов также безопасней если у вас нет данный момент допустим зал пустой страхующего это также безопаснее для опытных спортсменов то есть плюсов больше чем минусов можно использовать этот жим я его часто использую в начале тренировки как разогрев так как работа для суставов очень щадящая я хорошо прогреваю наливаю самый большой как я уже сказал массив мышцы именно жимом в машине смите смита под обратным углом а потом уже перехожу к свободным весам либо же наоборот в конце тренировки когда вы уже достаточно устали пожали гантели пожали штанги сил уже вроде как мама мало осталось голова уже вот такая пухлая и вы сюда ложите и спокойненько начинаете дорабатывать случае чего штанга вас не уронит есть страховочные варианты которые случае чего не позволят вас придавить это тоже немаловажно то есть упражнение номер три теперь давайте подведем небольшой итог что мы сегодня вам показали о чем мы поговорили два жима плюс один же машине смита можно ли это считать база или нет два жима штанги однозначно да а это упражнение можно считать хорошей альтернативой или хорошим дополнением второй момент к чему это приведет это приведет к разнообразию в тренировочном процессе именно грудных мышц мышцы являются приоритетными для многих атлетов поэтому многие любят жать штангу но как сейчас показывает уже опыт наш опыт опыт многих лет наших учеников все-таки погоня за большими весами она не оправдана для большинства спортсменов если вы не пауэрлифтер и не зарабатывать ими деньги поэтому именно благодаря разнообразию в тренировочном процессе вы сможете получить максимально проработанные грудные мышцы сохранить здоровье в общем добиться ожидаемых результатов с минимальными рисками на сим прощаемся надеемся для вас это будет полезным и до новых встреч